Бендеры, улица Ечина, ранее совхозная. 1 апреля 1992 года со стороны Протягайловки выехало два молдавских БТРа. На их пути, примерно вот здесь, встал автомобиль с нашими милиционерами. Не задумываясь, стрелок бронемашины открыл огонь на поражение. Несколько часов до рокового столкновения в квартире Ечиных звонит телефон. За капитана милиции приехал служебный автомобиль. Григорий Ечин собирался на дежурство. В тот день был главным по смене. Но сначала собрать и развести по домам ночные наряды ГАИ. Он уехал. И я говорю, даже в этот день как-то вот единственный первый раз за все годы, что мы были вместе, я его вышла провожать. И вот этот взгляд, я не знаю, что на руке переброшен тулуп был. Вот. И он на меня еще смотрит. Ну ты чего? Я сейчас, я же скоро приеду. Белый Раф с четырьмя нашими милиционерами выехал на совхозную. Это край Бендер. На встречу со стороны Протягайловки шла бронетехника Молдовы. Прямиком в город. Тут же на дороге показался автобус хлопку предельной фабрики. В нем рабочие возвращались домой с ночной смены. На архивных кадрах Григорий Ечин. Рассказывает, как это было. На видео он в госпитале и пока еще жив. Смотрю, пальба пошла по автобусу. Автобус развернулся поперед дороги, перегородил дорогу. Я не мог проскочить уже никуда. Вот. Я подъезжаю и стоит. Верзила такой здоровенный. Вот полицаи этот в черном дермантиновом костюме. И на нем одет, когда дверь боковую у Рафа открыли, в нем одет бронежилет. Мы не настолько богаты, Приднестровская милиция и гвардейцы, чтобы носить бронежилеты. Да мы не так и боимся смерти, как они. Единственный выход был прорваться, рассказывал тогда Григорий Ечин. Но шансов практически не осталось. Машину и автобус накрыл шквал огня. Второй БТР. Сразу сильный град огня по нашему Рафу пошел. Я видел, что в автобусе люди переворачиваются через сиденье. Уже было темно, темнело. Вот. И мне сразу стало темно. И руки все затеркли так, как будто перестали действовать. Я при том кричу, ребята, кто шевелится? Еще прыгните мне на правую ногу, на педаль газа. На педаль газа давите, выйдем, выйдем с отсюда и уйдем. В машине вместе с Григорием Ечином были Анатолий Петров и Игорь Грек. Они погибли в первые минуты. Сам Ечин и еще один милиционер Сергей Бойко были тяжело ранены. На звук стрельбы прибыли гвардейцы и опущенцы. Автомат не смог оказать сопротивление БТРу. Трое человек погибло. Когда к месту стрельбы приехали скорые, бронетехника молчала. Апоновцы Молдовы ходили между автомобилями и добивали тех, кто был еще жив. Одна из врачей в прошлом фронтовик бросилась защищать раненых. В тот день погибли шесть человек. Четырнадцать были ранены. Григорий Ечин скончался позже в госпитале от ран. Если рассматривать данное действие с точки зрения военной науки, это чистый террористический акт. И задача была поставлена этим так называемым защитникам Молдовы только одна. Расстреливать все, что попадется по пути. Расстреляли и работников милиции, расстреляли и гвардейцев, расстреляли и автобус с мирными жителями. То есть цель одна. Сеня паники и неразберихи именно в городе Бандер. Перекресток Мичурино и Совхозный. Ныне улица Ечина. На месте трагедии стоит часовня и памятник. Каждый год сюда приходят родственники погибших и руководство страны. 1 апреля 92-го одна из наших трагических дат. Все началось в конце 80-х, когда в Кишиневе стали звучать националистические лозунги. 20 мая 90-го. Народный фронт Молдовы объявил поход на Бендеры. У нас отказались менять советский флаг на румынский триколор. Как это сделал Кишинев? Отварницы к Бендерам вышли националисты несли триколоры. На пути встали бендерские рабочие. Заблокировали железнодорожный переезд. Триколор не прошел. Националисты отступили. В тот раз обошлось без жертв. Первая кровь пролилась в Дубосарах через несколько месяцев. 2 ноября 90-го. Уже провозглашена республика. В Дубосарах на мирный митинг вышли люди. Требовали прекратить преследование Кишинева в отношении наших общественников и политиков. Из Молдовы на город отправили опон. Силовики открыли огонь по нашим людям. Трое погибли. 16 были ранены. Второе нападение на Дубосары 25 сентября 1991. В городе двоевластие. Полиция, суд, прокуратура подчинялись Молдове. Горсовет Приднестровский. И он снова под угрозой. Молдова в очередной раз действовала силой. Жители стали живым щитом. В тот день дубосарская милиция присягнула на верность Приднестровью. Третье нападение на Дубосары 13 декабря того же года. На посту ГАИ погибли двое гвардейцев и милиционер. Март 92-го. И снова Дубосары. В ночь на 2 марта погиб начальник городской милиции Игорь Сипченко. Чуть позже казак Михаил Зубков. В тот же день спецназ Молдовы напал на российскую воинскую часть в Кочиерах. Наши гвардейцы и казаки защищали жен и детей российских военнослужащих. В том же марте трагедия в Григорьевском районе. Силовики Молдовы расстреляли нашу скорую. Погибла Кушерка. Это было началом настоящей войны. За прошедшие годы Молдова не извинилась перед родственниками погибших. Не дала правовую оценку. А на мой взгляд наоборот. Преследуя риваншистские идеи, продолжают именно агрессию. Что у них в головах? Я всегда задую с этим вопрос. Агрессия? Но агрессия плохо заканчивается. Там есть масса примеров. Я неоднократно говорил и я за свои слова всегда отвечаю, что мы миролюбивое государство. У нас доктрина обороны. Но уверяю вас, все, кто вынашивает планы агрессии против Приднестровья, поступают опрометчиво, рискуют. Не надо даже делать попыток проверить нас на нашу силу и на способность защитить себя. Борисовское кладбище в Бендерах. Аллея героев. Здесь покоятся защитники страны, погибшие в 92-м. Людмила Мальчукова потеряла мужа. Он стоял в обороне на Протягайловке. В июле 92-го его выкрали и убили силовики Молдовы. Лишь спустя год после трагедии Людмила смогла найти и перезахоронить останки. Там вот неизвестные ребята, шесть могил. Часть опознали, а шесть могил никто не сумел опознать, потому что были изувечены до такой степени. Вот шесть могил так остались неопознанных. На Хаджимурской зернотоке. Вот кого нашли, привозили сюда и захоранивали. Это такая трагедия, что и не сказать, и пером не описать, потому что это было такое непонятное. Я знаю, что и больно, и обидно. Защищали наш Бендеры, Приднестровье наше. За апрелем был июнь. В Бендеры пришла настоящая война, когда этого уже никто не ждал. Шли переговоры о мире. А 19 июня Бендеры начали практически уничтожать. Бои шли больше месяца. Погибли сотни, в том числе мирные люди. Дома, предприятия были разрушены. За это до сих пор никто не ответил. В Приднестровье помнят, какой ценой достался мир. У преступлений против человечности нет срока давности.